Кладка клинкерного ограждения и монтаж клинкерных шляп на заборе. Каждый вид ограждения должен иметь проект, выполненный архитектором. Полностью связанный и стабилизированный фундамент необходимо предохранить путем изготовления горизонтальной изоляции, предотвращающей поступление воды из почвы и вертикальной изоляции. Поверхность для изоляции должна быть тщательно очищена, ровная и сухая. В горизонтальную поверхность фундамента необходимо загрунтовать грунтовочной эмульсии QuickMix BGR или зимней грунтовочной эмульсии QuickMix BSG. Соответствующую изоляцию можем выполнить из битумных уплотнительных поверхностей QuickMix BD1K, BD2K или зимняя версия BD2KV. Действия, связанные с выполнением изоляционных работ, необходимо проводить в соответствии с указаниями, находящимися в технических картах продуктов QuickMix. Перед началом укладки кирпича на двух противоположных сторонах укладываемого отрезка необходимо стабильно установить две вертикальные рейки. Далее следует на них обозначить разметку уровней в слоев и растянуть между ними веревку, которая не только определяет уровень, но и также плоскость лицевой стороны укладываемой стены. Не допускается применение планок, арматурных прутов и других предметов в качестве уровня. Для кладки клинкерного кирпича используем систему кладочных растворов QuickMix VOR с трассом-тубак, предназначенных для кирпича с разным водопоглощением. Следует помнить, что раствор всегда должен правильно подбираться. Растворы VOR предназначены для кладки кирпича с одновременным затиранием швов в одном рабочем цикле. Раствор необходимо приготовить в соответствии с рекомендациями производителя, особенно касающимися сохранения пропорций при добавлении воды. Нельзя добавлять воду в готовый раствор, потому что это может повлиять на изменение его цвета. Раствор необходимо тщательно перемешать при помощи дрели с мешалкой для получения однородной массы без скомков. Кладку кирпича необходимо начать от укладывания первого сухого слоя с целью правильной разметки швов и количества кирпича. Первый нижний шов является стартовым швом, который должен выровнять отклонение уровня. Далее укладываем кирпич и прижимаем его в соответствии с уставленной высотой. После прижатия избыток выступающего раствора следует собрать лопаткой. Раствор наносим лопаткой на всей горизонтальной поверхности ограждения, на основании кирпича и на короткий бок, называемый тычком. Старательное нанесение раствора на вертикальном и горизонтальном отрезке дает возможность полношовной кладки одноэтапной. Дальнейшие ряды кирпича необходимо укладывать точно в соответствии с уровнем, обозначенным веревкой. Не допускается кладка кирпича во время дождя. После завершения каждого этапа готовые элементы ограждения необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. В противном случае на готовом ограждении могут появиться пятна. На столбике на расстояниях, изготовленных, например, из деревянных реек, можем разместить пленку или козырек беспрочного укрепления к столбикам. Это предохранит ограждение от дождя и обеспечит отвод воды и остатков от технологической влаги из выложенной конструкции. При укладке стенки из кирпича между столбиками сначала следует разложить сухой кирпич с целью разметки и последующей укладки кирпича. Если фундамент правильно запроектирован и изготовлен, можно избежать подрезания кирпича. При укладке кирпича седание необходимо его брать из нескольких палет одновременно. Место хранения кирпича должно исключать его загрязнение или поступление воды из почвы. Кирпич и клинкерные элементы должны быть сухими и не замерзшими. После предварительного затвердения раствора можно приступить к обработке швов. Однако перед этим рекомендуется проведение теста, который дает нам информацию, готов ли раствор для окончательной обработки. Рекомендуется полная полукруглая затирка швов, которая должна выполняться при помощи массырка, гнутой трубки или деревянной рукоятки, придавая шву соответствующий профиль. Работы при затирке необходимо выполнять своевременно. Запрещается мыть ограждение проточной водой, так как это может привести к появлению пятен, выступлением соли, изменением оттенков швов и снижением их устойчивости к атмосферным явлениям. После окончания процесса затирки высохшие остатки раствора необходимо удалить на сухо с помощью щетки. Помните, что наполнение столбиков должно происходить после полного затвердения раствора между кирпичом. Запрещается заливать столбики жидким раствором. Приготовленный раствор должен быть полусухим и напоминать консистенцию мокрой земли. После засыпания столбика раствор необходимо утрамбовать при помощи рейки или длинной рукоятки. Для наполнения столбиков рекомендуем использовать цементные растворы Quick Mix с добавлением рейнского трассы Tubac. Монтаж кровельных колпаков для ограждения может осуществляться только после полного связывания и затвердения раствора, а также раствора предназначена для изготовления сердцевинных столбиков. Для приклеивания колпаков следует применить специальный клеящий раствор Quick Mix FX500 Клинкер с технологией Thrustec, защищающий клинкерную облицовку от появления пятен и потери цвета. Это эластичный, тонко-слойный, морозо- и водоустойчивый раствор повышенной устойчивости от срывания. Чтобы соединение керамического элемента с ограждением было прочным, рекомендуется использовать комбинированным путем нанесение клея на горизонтальной части ограждения и нанесение тонкого шпаклевочного слоя на нижнюю часть колпака. Запрещается наполнять раствором всю внутреннюю поверхность клинкерного колпака. Далее следует прижать элемент. В случае изготовления декоративных элементов венца ограждений из клинкерных форм монтаж производится так же, как кладка кирпича на полный шов. Заполнение швов между клинкерными формами может производиться при помощи раствора Quick Mix War. После завершения всех работ необходимо предохранить готовые элементы в течение не менее 28 дней, накрывание пленками и брезентом должно обеспечить свободную циркуляцию воздуха и не допустить намокания и появления под пленкой конденсата. Не допускается накрывание всех кирпичных элементов плотно прилегающими пленками типа стреч. От излишнего нагревания и попадания солнечных лучей ограждение необходимо предохранять фасадными сетками. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!